Здравствуйте! В эфире Вести, в студии Виктория Царёва и главное к этому часу. По факту частичного обрушения девятиэтажки в атаках было открыто уголовное дело. Вопрос обсуждался и на заседании правительства. Конституционный суд остался без председателя. Михаил Пуалилунч подал в отставку. Дипломы молдавских медиков теперь будут признаваться и за рубежом. Государственный университет медицины и фармации имени Николая Тестемицану получил соответствующую аккредитацию. В Москве прошла традиционно в же 17-е по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. Иран у своих границ бил американский военный беспилотник. На авиасалоне во французском Лебурже представлен прототип воздушного такси. Михаил Пуалилунч подал в отставку с поста главы Конституционного суда. Он также не будет занимать и должность судей КС. Об этом говорится в сообщении для прессы на официальном сайте ведомства. Ситуацию прокомментировал президент Игорь Дадон, который призвал других членов КС последовать примеру председателя инстанции. Пуалилунч стал судьей Конституционного суда в марте 2018 года. Решение было принято Высшим Советом Магистратуры. А 16 марта на пленарном заседании Конституционного суда он был избран главой инстанции на срок в три года. До этого Михаил Пуалилунч был председателем Высшей судебной палаты. Напомним, что ранее президент Молдовы Игорь Дадон и премьер-министр Майя Санду требовали отставки всех судей Конституционного суда после того, как с 7 по 9 июня инстанция заявляла, что сформированное парламентское большинство и назначенное правительство не являются конституционными. 15 июня КС отменил эти решения. Несчастный случай произошел накануне вечером в городе Атаки. На улице при Тенее обрушился целый подъезд. По данным генерального инспектората, по чрезвычайным ситуациям жертв нет. Всех жильцов успели эвакуировать за несколько часов до трагедии. На место происшествия прибыл и президент страны Игорь Дадон. Он заявил, что государство предоставит пострадавшим компенсацию за потерянное имущество. А премьер-министр Майя Санду заявила, что проведет рабочее заседание со всеми ответственными ведомствами, чтобы оценить ущерб происшествия. 36 семей в городе Атаки района Окница остались накануне вечером без крыши над головой. Как сообщают в генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, жильцы дома по улице при Тенее 153 были эвакуированы примерно в 6 часов вечера, а само здание обрушилось в 21.20. Кадры обвала отснял очевидец. По данным властей, всего был эвакуирован 51 человек, в том числе 11 детей. Перед инцидентом им сказали забрать только самое необходимое и покинуть в срочном порядке квартиры. Жильцы говорят, что обрушение не могли предвидеть. После дождей на прошлой неделе вдоль стен появились трещины. Но многие до последнего не верили, что они могут привести к тому, что подъезд буквально за минуту обвалится. На месте происшествия работают 12 единиц спецтехники и 45 спасателей. Пока что только разгребают завалы. С утра состоялось и заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором решалось, какие дальнейшие действия будут приняты, чтобы обезопасить зону. На место инцидента прибыл утром и глава государства Игорь Дадон. По его словам, причин обвала было несколько. Дом был сдан в эксплуатацию с нарушениями. Вода постоянно скапливалась в подвалы. А внутри происходили несанкционированные изменения конструкции. Разбор несущих стен. Президент пообещал, что жильцам, потерявшим квартиры, будет предоставлена компенсация. О том, что пострадавшим семьям будет выделена денежная компенсация, заявила и премьер-министр Майя Санду во время заседания правительства. По ее словам, сейчас жильцам предоставили временное жилье и питание. К обрушившемуся зданию их пока не подпускают. Она также потребовала, чтобы компетентные органы проверили состояние всех зданий, которые пострадали во время дождей. Хочу попросить службы проверить все здания. В особенности детские сады и школы. Но также и жилые дома в населенных пунктах, которые пострадали во время сильных дождей, выпавших последние дни. Нам надо убедиться, что люди в других населенных пунктах не находятся в зоне риска. По предварительным данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, дом в атаках, где обрушился подъезд, не подлежит восстановлению и будет снесен. По факту инцидента прокуратура Окницы возбудила уголовное дело. Несчастный случай произошел прошлой ночью и в столице. По предварительным данным Кишиневской полиции, в одной из квартир на улице Константин-Негрудцев взорвалась граната. В результате трое молодых людей, проживающих в этой квартире, были доставлены в больницу. Полиция возбудила уголовное дело. К другим темам. На сегодняшнем заседании кабинет министров во главе с Майя Санду проголосовал за снятие с должностей нескольких госсекретарей и глав госучреждений. Так, подали заявление на уход по собственному желанию посол Молдовы в США Кристина Балан, госсекретарь МВД Семен Карп и генеральный секретарь правительства Лилиана Поли. Место последней временно займет ее заместитель Роман Казан. Также правительство проголосовало за отставку временного директора Анса Иона Сула и главы агентства публичной собственности Владимира Балановича. Был назначен и новый временный глава национальной компании медстрахования Юрий Осаяну. Экс-глава ведомства Тамара Андрушко была снята с должности к админам на прошлой неделе. Также премьер Майя Санду потребовала отставки руководства госпредприятия Пошта Молдови и вынесла предупреждение руководству Молдова ГАЗ за приобретение люксовых автомобилей на сумму в полтора миллиона евро. В свою очередь секретарь комиссии по закупкам данного ведомства Юрий Ртищев заявил, что предприятие еще не совершило покупку, оно только собирается приобрести 30 автомобилей, каждая стоимостью по 28 тысяч евро. По его словам, данная мера вызвана тем, что автопарк Молдова ГАЗ сильно изношен. Отправленный сегодня в отставку директор агентства публичной собственности Владимир Балдович прокомментировал накануне обвинения премьер-министра Майя Санду в растрате госимущества. По его словам, в 2018 году он начал перестройку структуры агентства, а чтобы правильно оценить приватизационные процессы, необходимо начать с конца 20 века. Все правительства, начиная с 1996 года, систематически уничтожали госсобственность, не имея стратегии по ее освоению. Так отправленный в отставку глава агентства публичной собственности Владимир Балдович прокомментировал обвинение премьер-министра Майя Санду в растрате государственного имущества. Правильная и грамотная оценка ситуации проблем невозможна без знания целой системы в пространстве и времени. В этом смысле инициатива оценивания процессов приватизации должна начаться с 1996 года. Только в этом случае у нас будет объективное представление о том, что означает приватизация в республике Молдова. И так мы сможем положить конец вредным практикам. Написал Балдович в соцсетях. По его словам, объявленные процессы приватизации планировались правительством заранее и не были связаны с отставкой предыдущего Кабмина, как на это указала премьер-министр Майя Санду. Списки с госимуществом, выставленным на продажу, также были составлены давно, а некоторые здания выставлялись на приватизацию более 10 раз. В то же время Балдович заявил, что с момента его прихода в агентство работа ведомства оптимизировалась. Начиная с 21 мая 2018 года, когда я занял эту должность, я реструктурировал агентство публичной собственности, придав ему достаточно функций для оптимального использования госимущества. Вместе с командой агентства мы решили много проблем, скопившихся за последние 22 года, чтобы найти оптимальную формулу управления публичным сектором. Заявил Владимир Балдович. Напомним, что накануне премьер-министр Майя Санду потребовала, чтобы агентство временно приостановило все начатые процессы приватизации. Все беспошлиные заправочные станции, магазины, бары и рестораны дьюти-фри на въезде в Республику Молдова, включая Приднестровский регион, могут быть запрещены. Об этом сообщила Майя Санду. Как отметила премьер-министр, она уже попросила своих коллег в парламенте в срочном порядке разработать и зарегистрировать соответствующий законопроект, что сегодня уже и было сделано. По словам премьера, помимо того факта, что упомянутые правовые положения не существуют ни в одной стране мира, национальный и государственный бюджет несет убытки в размере сотен миллионов лев в результате действия этих законов. Санду также подчеркнула, что нынешнее правительство не только не допустит подобных инициатив в будущем, но и отменит все те, которые были приняты олигархическим режимом. Комиссия по расследованию попытки антиконституционного путча лишена смысла и безрезультатна. Она лишь является инструментом запугивания ДПМ, то есть парламентской оппозиции. Такое заявление сделал вице-председатель Демократической партии в эфире одного из местных телеканалов. Переворот, принудительное поглощение власти, незаконное ее сохранение. Все это означает, что кто-то нелегитимно и противоправно хочет взять в свои руки ту власть, отметил вице-председатель ДПМ Андриан Канду. Однако Демпартия, по его словам, сохранила правительство Республики Молдова в промежуток времени с парламентских выборов до утверждения нового Кабмина. Также Демократическая партия предложила организовать досрочные парламентские выборы. Мы не говорим о поглощении власти, мы даже не говорим о сохранении власти, потому что если бы это было так, мы бы сказали, что ДПМ выиграла выборы, и мы продолжаем оставаться у власти. Мы же сказали, парламентские выборы и голосование граждан является решением. Эта комиссия лишена смысла и безрезультатна, и является лишь инструментом запугивания ДПМ и в данном случае парламентской оппозиции. Те, кто попытался захватить власть незаконно, наверное, также виновны в нарушении Конституции, если бы решения КС остались бы в силе. Принимаем его внимание, что они были пересмотрены. Те, кто пришел к власти, вступил в правовые рамки. Заявил Андриан Канду в ходе передачи на одном частном телеканале. Напомним, недавно парламент создал Следственную комиссию для выяснения фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного путча со стороны Демократической партии, осуществляемого через Конституционный суд и Генеральную прокуратуру. Депутаты констатировали, что необходим серьезный анализ обстоятельств, при которых Конституционный суд принял постановление и заключение от 7-9 июня, которые впоследствии были отменены. Прибывший накануне в Молдову еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан провел очередную официальную встречу. На этот раз с председателем парламентской фракции Демократической партии Павлом Филиппом. Стороны обменялись мнениями о социально-политической ситуации в стране, подчеркнув важность сохранения стабильности и конструктивного диалога между властью и оппозицией. В ходе встречи Павел Филипп заявил о том, что ДПМ показала, что является партией, нацеленной на стабильность в стране и европейскую интеграцию. По его словам, она решила отойти от власти, несмотря на то, что приглашение партии к диалогу отвергли остальные парламентские фракции. Мы продолжим быть конструктивной оппозицией в парламенте, поддерживая проекты, относящиеся к соглашению об ассоциации и европейской интеграции, которые приносят конкретную пользу людям. ДПМ приложит все усилия, чтобы консолидировать социально-демократическую европейскую позицию партии. Отметил председатель фракции ДПМ. В свою очередь, Йоханнес Хан поприветствовал преодоление политического кризиса мирным путем и подчеркнул важную роль оппозиции в демократическом государстве, которая должна быть активной и конструктивной. Напомним, что накануне европейский чиновник провел встречу с премьер-министром Молдовы Маэй Санду. К другим темам. Сегодня утром в Ханчештах на прокурора было совершено нападение. Женщину ударили тяжелым предметом по голове. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники инспектората полиции Ханчешт вместе с офицерами Национального инспектората расследований. По словам министра внутренних дел Андрея Нестаси, личность нападавшего была установлена. Ну а о других событиях в рубрике «Короткой строкой». Национальный банк Молдовы намерен препятствовать финансовому посредничеству в иностранной валюте и поощрять банки осуществлять свои операции в национальной валюте, привлекать вклады и выдавать кредиты в леях. В прошлом месяце инфляция в Молдове составила 4,6% и она продолжит расти. НБМ будет и далее отслеживать внутренние и внешние макроэкономические события, риски и неопределенности, связанные с инфляцией в краткосрочной и среднесрочной перспективе и действовать на опровержение, взявил глава НБМ Октавиан Армашо. Пока преждевременно обсуждать перспективы членства Молдовы в Евросоюзе. Об этом заявил накануне европейский комиссар по расширению и политике добрососедства Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Майей Санду. А пока стороны работают на базе соглашения об ассоциации. Первостепенные задачи Молдовы сосредоточиться на главных вопросах, а затем обсуждать следующие шаги. В то же время Хан уверен, что сотрудничество между Кишиневым и Брюсселем будет развиваться, а на следующей неделе нашу столицу посетит делегация новоизбранного Европарламента. Скоро в Молдове может появиться новый состав Конституционного суда, который аннулирует все решения, ранее принятые в интересах Демпартии. Об этом заявил Игорь Дадон в интервью одному российскому изданию. Дадон подчеркнул, что при новом Кабмине такой практики, как отстранение президента от должности, не будет. Также добавил, что несмотря на отмену КС своих решений, все судьи должны уйти в отставку, а представители парламента, правительства и судебные системы должны назначить новый состав суда. Председатель Следственной комиссии по краже века Александр Слуцарь заявил, что из архива парламента исчезли материалы двух созданных ранее комиссий. По его словам, документы были изъяты из парламента по требованию Генпрокуратуры. Для получения доступа к материалу нынешняя комиссия обратилась в специальный архив парламента и направили запрос в Национальный банк Молдовы. 24 июня комиссии предстоит заслушать как минимум 20 человек. Среди них бывший министр финансов Вячеслав Негруцци и экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ио Ницци. Лидер нашей партии Ринато Усатый опровергает информацию о том, что он человек-демократа Влада Плохотнюка. Информационному порталу Ньюсмейкер Усатый рассказал, что несмотря на ранее открытую вражду между ним и социалистами, он готов сотрудничать и поддерживает созданную коалицию «Новое правительство», которое положит конец олигархическому режиму. Усатый также заявил, что наша партия будет участвовать в местных выборах, назначенной на 20 октября. Из-за погодных условий текущего года уборка зерновых и зернобобовых культур рапса в Чадрлунгском районе началась раньше, чем в предыдущие годы. Крупное сельскохозяйственное предприятие начало уборку азимого ячмени и азимого гороха. Уборка проводится тремя современными комбайнами. На перевозке зерна задействованы энергонасыщенные трактора с прицепами для перевозки зерна от 8 до 16 тонн. Срок действия предпринимательских патентов на розничную торговлю может быть продлен до 2022 года. Рассмотрение соответствующего законопроекта внесено в завтрашнюю повестку дня заседания парламента. Накануне одобрила данную законодательную инициативу парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам. Напомним, что правительство ранее пыталось заставить владельцев патентов отказаться от них и перейти к новой форме деятельности, которая заключается в обеспечении бухгалтерского учета и использовании контрольно-кассовых аппаратов. Но каждый раз власти сталкивались с протестами. Отметим, что за последние годы более 1500 человек из чуть более 9000 патентообладателей перешли на индивидуальное предпринимательство. Дипломы молдавских медиков теперь будут признаваться и за рубежом. Государственный университет медицины и фармации имени Николая Тестеметяну накануне получил статус международного аккредитованного учреждения от Всемирной Федерации медицинского образования. Соответствующий сертификат выдан сроком на 5 лет. Об этом говорится на официальном сайте высшего учебного заведения. Международная аккредитация подтверждает как устойчивость программ медицинского образования, так и компетентность учреждения, отмечается в пресс-релизе университета. Там же указывается, что официальный документ поспособствует укреплению имиджа учебного заведения и повышению конкурентоспособности, а также расширению возможностей для сотрудничества с другими аналогичными глобальными организациями. Одно из самых главных преимуществ сертификации – признание дипломов в других государствах мира и возможности их подтверждения за рубежом. С получением сертификата Международной институциональной аккредитации Госуниверситет медицины и фармации имени Николая Тесцимецану теперь находится на более высоком уровне. Документ свидетельствует о качестве учебных программ и всей деятельности, проводимой университетом. Мы гордимся нашей работой и сделаем все возможное для дальнейшего соответствия международным стандартам. Заявил ректор вуза Иона Бабий на официальной странице учреждения. Отметим, что процесс международной аккредитации был начат в марте этого года и включал в себя несколько этапов, одним из которых было предоставление отчета об институциональной самооценке, как того требует независимое агентство аккредитации и рейтинга. Впоследствии с 3 по 5 июня этого года Международный экспертный комитет данного агентства находился в Медуниверситете для окончательной институциональной оценки на основе международных стандартов. В ходе визита комиссия встретилась с руководством учреждения, руководителями подразделений, преподавательским и научно-педагогическим составом, а также со студентами и докторами-резидентами. После чего в этом контексте председатель комитета экспертов Бахыт Кашерова отметила высокую квалификацию команды вуза. Мы констатируем, что в университете работает сплоченная команда. Вы руководствуетесь хорошей стратегией и политикой в области обеспечения качества во всех направлениях деятельности. Вы заслуживаете того, чтобы быть в числе высших учебных заведений лидеров в стране и, конечно же, за рубежом, заявила Кашерова. Как отмечается на официальном сайте Государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестаметяну, сертификат выдан сроком на 5 лет. Отметим, что история данного высшего учебного заведения насчитывает уже более 70 лет. Триумф на чемпионате Европы среди кадетов по греко-римской борьбе. Молдавский спортсмен Александр Ингуцу завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма. В финальном поединке ему удалось одолеть грузина Дату Чхаидзе со счетом 4-2. До этого он также уверенно победил борцов из Греции, Германии, России, Азербайджана. На этом же турнире другой молдавский спортсмен Габриэль Лупашко в категории до 80 килограмм занял 5-е место. В поединке за бронзовую медаль он уступил шведу Александру Микаэлю Йоханссону. Отметим, что турнир проходит в итальянской фаэнсе, начиная с 17 июня. Продлится он до 23 числа этого месяца. Продолжаем выпуск международными новостями. В Москве прошла уже 17-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным. Глава российского государства ответил на самые злободневные вопросы граждан. Больше всего россиян традиционно волновали темы ЖКХ, медицинской помощи, экологии, плохих дорог и оплаты труда. Помимо этого речь зашла о санкциях и о внешней политике. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, интерес к общению в таком формате по-прежнему огромен. В колл-центр прямой линии в этом году поступило около 2 миллионов вопросов. С 2001 года Путин 13 раз общался с россиянами в качестве президента и 4 в качестве премьер-министра. Открывая сегодняшнюю прямую линию, он определил наиболее острые на его взгляд вопросы. По словам главы государства, в их числе уровень жизни, уровень доходов граждан, здравоохранение и работа с отходами и мусором. Зашла речь и о санкциях. По словам Владимира Путина, Россия не поступит со своими национальными интересами ради их снятия. Многие связывают эти трудности с западными санкциями. Кстати, сегодня Евросоюз их вновь продлевает. И иногда звучат призывы со всеми помириться. Вот если представить, что Россия выполнила вообще все требования Запада, совсем согласилась. Это что-то даст наша экономика? Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. Во-вторых, что это даст и чего не даст? И что мы теряем? Ну, вот смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений, Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около 50 миллиардов долларов. А Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов. США 17 миллиардов долларов. У нас с ними небольшой торговый оборот. Япония 27 миллиардов долларов. При этом Россия, по словам Путина, в чем-то выиграла благодаря санкциям. К примеру, реализовала программы импортозамещения на 667 миллиардов рублей. Президент уверен, что даже если страна полностью сдастся и наплюет на свои национальные фундаментальные интересы, кардинально ничего не изменится. Еще один вопрос, который задали президенту, какими секретами владеют сотрудники МВД, что их не пускают за границу. Только что, буквально несколько дней назад, мы разговаривали с министром внутренних дел, с колокольцем Владимиром Александровичем, который ставил этот вопрос. Действительно, сотрудники МВД, может быть, и не все, но некоторые, кстати, являются владителями этих секретов, но не все далеко. Рядовые сотрудники нет. Поэтому мы договорились о том, что мы расширим географию, географию возможного выезда сотрудников МВД за границу. Помимо внутрироссийских вопросов, звонивших интересовали темы внешней политики. На прямую линию, кроме россиян, обращались граждане дальнего и ближнего зарубежья. Среди тем Украина и, в частности, урегулирование на Донбассе. Владимир Владимирович, добрый день. Добрый день. Какие перспективы у минских переговоров после выборов в Украине? Как известно из состава переговорщиков, вышел Виктор Медведчук, который сказал, что сам продолжит вести переговоры по освобождению удерживаемых лиц, независимо от позиции новой украинской власти. Скажите, обращался ли к вам Медведчук по вопросу освобождения граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы на территории Российской Федерации? Действительно, Виктор Владимирович очень близко к сердцу это все, принимая эти проблемы. Совсем недавно он был тоже и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива. Он ставил вопрос об освобождении еще и ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Но вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. И мы, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине. В какой-то момент появилась информация о том, что колл-центр прямой линии подвергся хакерской атаке. Но, по словам технических работников, ее удалось отбить. Традиционно прямая линия заканчивается короткими вопросами, не всегда серьезными. Вам не надоело быть президентом? Нет, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок. Есть анекдоты, часто цитируете, а про себя что-то знаете? Ну, конечно, я слышал много. Расскажите, какой-нибудь. Нет, сейчас у меня появился коллега, который делает это профессионально и гораздо лучше, чем я. Скажите, пожалуйста, только честно, вы инопланетянин? Нет, у меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, моих близких, моих детей, в конце концов. В этом году прямая линия с Владимиром Путиным длилась 4 часа. За это время президент России ответил на 67 вопросов. Госдума сформировала делегацию для возможного участия в сессии парламентской ассаблеи Совета Европы. Об этом заявил спикер Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. При этом он подчеркнул, что депутаты готовы отправиться в Страсбург, только если пассия на первом заседании летней сессии гарантирует равноправие всех национальных делегаций. Если у нас такое решение состоится, 24 июня и ПАСЭ примет решение об изменении в регламент, российская делегация вечером 24 в понедельник отправится в Страсбург для участия в работе парламентской ассамблеи. Хотелось бы, чтобы к нам относились так же, как и к другим национальным делегациям, с уважением на принципах равноправия. Володин также сообщил, что делегация Госдумы будет состоять из 11 депутатов. Возглавит ее вице-спикер Петр Толстой. Власти Дании в очередной раз отказались назначить дату принятия решения о прокладке Северного потока-2 в своих водах. Накануне официальный Копенгаген предложил подождать как минимум месяц. Позиция датской стороны уже вызвала претензии не только участников строительства трубопровода, но и европейских стран, которые ждут поставок российского газа. Жители острова Борнхольм в газопроводах – крупные эксперты. Это третий проект, который им презентуют за три года. Он мало отличается от первых двух и так же, как первые два, полностью отвечает экологическим требованиям. И судьба ему грозит та же самая – остаться в подвешенном состоянии, потому что российский газ, даже если он очень и нужен Европе, вопрос не экономический, а политический. Копенгаген настаивает, что думает о флоре, фауне, экологии и судоходстве. Но дело, конечно, совсем не в рыбе, говорят эксперты. За упрямством Дании последней страны, не одобрившей Северный поток, стоит Госдеп. Накануне слушаний немецкое издание «Дивельт» знакомит читателя с главными борцами против нового газопровода, называя всех поименно. В бюро энергетических ресурсов, где трудится 100 дипломатов, оказывается, есть специальная должность и люди, отвечающие за то, чтобы Северный поток не состоялся, а в Европу танкерами пришел американский сланцевый газ в жиженом виде. Дания продолжает настаивать, что такие задержки в принятии решений носят технический характер. Процедура слушаний одобрений стандартная. Но первая заявка была направлена в 2017-м, говорят эксперты. Три года ни на что не решаться, при том, что срок сдачи объекта конец 2019-го и половина из 200 тысяч стальных труб по морю Балтики уже проложена. Когда будут доделаны все участки, кроме Датского, два судна в море, нужно будет куда-то девать, а значит, платить за простой. «Газпром» сделал Дании последнее предупреждение. Оператор газопровода будет требовать в суде возмещения убытков. Времени у Дании почти не осталось. В середине июля придется определиться, да или нет. Если нет, то почему? Ни один из трех поданных вариантов заявок Копенгагеном пока не одобрен. Каждый день задержки строительства обходится европейскому потребителю в 20 миллионов евро. Иран сегодня сбил американский военный беспилотник. В Тегеране заявили, что самолет-шпион Global Hawk вторгся в воздушное пространство страны и был уничтожен зенитно-ракетным комплексом. В Вашингтоне информацию подтвердили, но там утверждают, что беспилотник находился над Армузским проливом и не нарушал границу Ирана. Между тем, Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительно ЗРК «Патриот» – беспилотники и самолеты-разведчики. В американском оборонном ведомстве сообщили, что вооружение забрасывается с одной целью – для сдерживания Тегерана. В то же время госсекретарь США Майк Помпео был вынужден признать. Американская версия о том, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоит Иран, вызывает сомнение – как в Штатах, так и во всем мире. Председатель КНР Си Цзиньпинь утром прибыл в Северную Корею. Это первый за 14 лет визит китайского лидера в Пхеньян. И в КНДР его уже называют историческим. Два дня Си Цзиньпин и Ким Чен Ын будут вести переговоры. Ожидается, что лидеры обсудят в первую очередь вопросы ядерного разоружения, отношения с Соединенными Штатами, а также укрепления двусторонних связей. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Он призван напомнить о миллионах мужчин, женщин и детей, покидающих родные края из-за преследований и военных конфликтов. По данным ООН, число внутренне перемещенных лиц в прошлом году выросло до рекордной отметки. В настоящее время в мире насчитывается более 70 миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц. Таких цифр у нас не было со времен Второй мировой войны. Это тревожный сигнал для лидеров по всему миру. Страна номер один по числу принимаемых вынужденных переселенцев – Турция, с почти четырьмя миллионами беженцев. За ней следуют Пакистан, Уганда и Судан. Пятерку замыкает Германия. Бытует мнение, что Европу заполонили беженцы. В реальности все иначе. Большинство европейских стран не принимают ни мигрантов, ни вынужденных переселенцев. Каждый день около 37 тысяч человек оставляют родные дома и отправляются на поиски убежища. Половина всех беженцев в мире – дети и подростки. Перемещаться по городу на воздушном такси – пока такое возможно только в фантастических фильмах. Но это может стать реальностью в ближайшее время. Во французском Лебурже, где проходит 53-й международный авиасалон, представлены прототипы будущих аэроперевозчиков. Как сообщают французские СМИ, над созданием первых аэротакси работают около 150 компаний. Я считаю, что технологии это позволяют, но компании сталкиваются с некоторыми проблемами, как, например, сложность в эксплуатации этих воздушных транспортных средств в городских условиях. Основная проблема для разработчиков аэротакси – безопасность. Ученым предстоит создать особую воздушную систему для управления пассажирскими беспилотниками. Задача заключается в том, чтобы разработать целую экосистему, а не только воздушное средство, хотя, конечно же, это ключевой элемент. В действительности нам нужна особая инфраструктура, чтобы пилотируемые и беспилотные аппараты могли перемещаться в воздушном пространстве безопасно. Всего на авиасалон приехали 2500 компаний из 49 стран мира. Среди них европейский авиагигант Airbus, продемонстрировавший свой беспилотник Вахана, предназначенный для перевозки одного пассажира или небольших грузов. Для широкой публики авиасалон будет открыт до 23 июня. Ожидается, что его посетят более 320 тысяч человек. Российские космонавты будут проходить часть предполетной программы в Чечне на базе Российского университета спецназа. Об этом стало известно по итогам визита в республику группы специалистов из Центра подготовки космонавтов. Идею одобрил и глава Чечни Рамзан Кадыров. О том, когда начнутся тренировки и что именно будут делать космонавты, расскажем в следующем репортаже. Российский университет спецназа – крупнейший центр подготовки сотрудников спецподразделений. Его строительство охватило более 450 гектаров под Гудермесом. Военной тренировочной базы такого масштаба нет нигде в мире. Тренировки будут проходить на земле, под водой и в воздухе. Сегодня в этом убедились летчики-испытатели и даже будущие космонавты. Здесь они смогут проходить один из этапов подготовки. Современный аэродинамический комплекс ранее уже прошел испытания. На базе Российского университета спецназа смогут проводить не только тренировки, но и соревнования международного масштаба. О том, что один из этапов подготовки космонавтов будет проходить в Чечне, сегодня доложили Рамзану Кадырову, который первым поддержал идею. Я восхищался полететь в космос, но это, я не знаю, как словам передать, но вы сильные, великие люди. Спасибо вам большое. Готовы оказывать всяческую помощь. Готовы к любым задачам по благу нашего государства. И вот на связи уже МКС. Глава Чечни лично пообщался с командиром экипажа Олегом Кононенко. 25 июня экипаж МКС должен вернуться на Землю, а после, возможно, посетить Чеченскую республику. Пользуясь случаем, Рамзан Кадыров космонавтов уже пригласил. А на сегодня это все. Больше информации вы найдете на сайте rtr.md. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова